привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит сегодня вам расскажу про новые способ представления новых объектов математических это целые числа погнали смотреть мы уже изучили нумералы черча но они представляют собой расширенное множество натуральных чисел то есть это 012 и так далее до бесконечности нумералы черча да у нас есть и они обозначаются так они с черточкой такой наверху обозначается 012 и так далее до бесконечности но мы будем их обозначать без черточки сегодня чтобы потому что много будем их писать как мне кажется вот что у нас еще есть еще у нас есть значение истинности они нам тоже сегодня понадобится это полз и true это все мы уже определили в виде комбинаторов останавливаться на том как это определяется я сейчас не буду также у нас есть предикаты до предикаты какие у нас есть предикаты из зиро лек и и также у нас есть пары пары значит у нас есть предикат пр ой не приката конструктор и два селектора пасты и снд то есть это конструктор пара это селектор то есть конструктор создает пару селектор выбирают первый или второй элемент в этой паре обладая всем вот этим вот инструментарем можно сказать это им инструментарий мы можем создать представление целых чисел представление множество целых чисел на виде аппликативных объектов давайте попробуем это сделать ну собственно на ум сразу приходит два варианта как это сделать поскольку у нас есть пары это основная фактически основная структура данных комбинаторной логики и два варианта первый вариант второй вариант мы можем представить некое число z малое которое принадлежит множество целых чисел давайте два раза это запишем значит мы можем представить в виде пары на первом месте у нас будет два номерала два номерала черча и при этом z равно m минус n вот так можем эта пара такая вот у нас мы можем представить так что м минус n равно нашему целому числу z вот этот минус это минус в общей алгебраическом смысле то есть вот эта пара определяет число за это если m равно 0 так сейчас я посмотрю видно меня да значит у нас z меньше 0 определяется как 0 модуль z z больше либо равно нулю определяется как модуль z 0 вот так вот то есть общее определение вот такое но если честно мне это этот способ представления совершенно не нравится но вашим домашним заданием вот если прямо помечу dv будет создать определить для такого представления целых чисел все остальные комбинаторы которые мы сегодня определим в этом видео для другого представления а другое представление я сейчас да вот здесь будет у нас такое представление что у нас есть вот такое что z равно такому n если сиг равен true и минус n если сиг равен false то есть вот этот сиг равен это знак на первом на первой позиции паре мы обозначаем знак и true это значит true это плюс а false это минус вот и все очень простое представление очень простое представление то здесь нам нужно в уме чего-то там вычитать друг из друга да а здесь просто вот у нас есть нумерал черча н это номерал и знак его все давайте посмотрим что нам пригодится что нам пригодится для того чтобы определить самые простые операции а мы сегодня определим операцию сложение вычитание инкремента декремента и умножение а вот возведение в степень целых чисел мы определять не будем под постольку поскольку целые числа если возводить в степень друг друга то они выводят из поля целых чисел они переводят в поле рациональных чисел вот поэтому нельзя определить а про рациональные числа мы еще не знаем так что нам нужно давайте определять комбинатора значит нам нужен первое предикат предикат мы его назовем сайн то есть этот предикат возвращает true если знаки 2 если два знака друг с другом совпадают и мы ему передаем два знака с 1 и и с 2 и он равен такому выражению значит мы должны взять ор да вот здесь вот у нас есть операция логические операции это нот энд и ор так вот мы должны взять ор от энд с 1 и с 2 напоминаю что с 1 и с 2 это либо true либо false это вот эти вот знаки и энд от нот с 1 и нот с 2 вот и все это вот определение предиката сайн эгг то есть если если вот эти вот а с 1 и с 2 равны то он возвращает true а если они не равны друг другу он возвращает false ну собственно это фактически это определение операции логической операции эк эквивалент и теперь второе что мы можем определить это функция сложения двух целых чисел назовем ее так от z от почему нельзя назвать от потому что от у нас уже есть сложение нумералов черча и это другой аппликативный объект и вот у нас есть два целых числа z1 и z2 давайте мы напишем как их складывать достаточно сложно у нас есть у нас есть условное выражение if и здесь мы можем записать что if вот этот самый сайн эк от первого элемента каждого числа который мы передали вот если это true если знаки одинаковые наших чисел да то мы должны что сделать то мы должны вернуть очень простую вещь это будет пара которая состоит из следующих значений мы возьмем первый знак знак первого числа ну потому что они одинаковые какая разница как выбрать и вернем вернем на втором месте сложение нумералов который находится на втором месте каждого каждой пары z1 и z2 так вот здесь вот 1 а здесь так от и пр вот это если знаки одинаковые то есть мы берем знак первого числа и складываем мантисы то есть модули а если знаки разные если знаки разные то мы здесь должны сравнить то если знак первого мантисы первого числа меньше либо равно мантисы второго числа вот если это меньше либо равно вот так вот да то мы возвращаем пару если первое число равно да берем знак а второго числа потому что оно больше второе число больше поэтому его знак да и вычитаем мантисы друг из друга из первого читаем второе так это 0 получится если первое меньше второго то есть второго читаем первое да а ну да да и второго читаем первое у нас у нас вот этот предикат суп не предикат а аппликативный объект суп из второго своего аргумента вычитает первый так вот здесь так и вот здесь так так а если первый аргумент больше второго аргумента то мы должны вернуть пару у которой знаком является знак первого числа и мы должны вернуть разницу между первым и вторым да вот так вот так вот такой вот очень сложный предикат но аппликативный объект это не предикат конечно очень сложно и что я могу сказать что как вы видите здесь уже начинается что-то типа языка программирования то есть мы не думая не гадая на аппликативных объектах создали язык программирования похожий на лист почему лист потому что количество скобочек просто запредельные так я скорее всего вас уже утомил этой математикой но дальше будет проще дальше будет намного проще поскольку функция функция аппликативный объект вычитание двух чисел друг из друга и мы сейчас будем вычитать z1 минус z2 вот z1 минус z2 не наоборот как вот этот вот вот этот аппликативный объект суп над нумералами черчи действует а нормальная математическая операции и он знаете нет сначала это я буду делать не так значит это у нас будет четвертый сейчас вы поймете почему потому что сначала я хочу сделать негацию то есть что мы сделаем мы должны сделать вот такую вещь это обращение целого числа то есть изменение его знака у нас есть негация для нумералов а я прошу прощения это же обычный нот вот и все то есть мы взяли обратили знак и просто вернули целое число и тогда отрицание о разность вычитание за 2 из из z1 просто легко это делается это сложение z1 с негацией 2 числа вуаля видите как просто то есть все мы определили один раз вот эту сложную хрень и все остальные вещи пойдут легко теперь смотрите следующий 5 аппликативный объект это инкремент целого числа это что это сложение целого числа z с с вот такой вещь да вот а соответственно декремент целого числа z это либо вычитание из числа z единицы либо что то же самое сложение с числом z минус единиц она записывается ну и наконец наконец умножение давайте посмотрим как умножение пишется записывается значит здесь нам нужно просто создать пару новая пара создается и на первом месте у нее значение вот этого предиката sign и на первых компонентах целых чисел смотрите какая тут хитрость применена значит у нас есть плюс на плюс равно плюс минус на минус равно плюс да а плюс на минус равно минус и минус на плюс равно минус и вот этот предикат sign как раз это и делает если у него два знака равны он возвращает true то есть плюс а если два знака имеют разное значение то он возвращает false то есть минус понятно да вот а на втором компоненте во втором компоненте пары у нас всего лишь перемножение монтиз наших чисел вуаля вот так вот вот так определяются аппликативные объекты для работы с целыми числами собственно я думаю вы только что поняли всю мощь комбинаторной логики в качестве второго домашнего задания попробуйте перевести теперь все вот эти вот определение определение ну определение от например от z то есть сложение целых чисел в базис с к и или хотя бы с к или с к и b c w в общем суть в том что за всеми вот этими вот обозначениями которые мы сегодня использовали лежат вот эти комбинаторы с и к или икс единственный комбинатор который составляет базис и фактически комбинаторная логика дает нам способ для выражения вот таких вот математических объектов как натуральные числа целые числа и дальше мы изучим рациональные числа и комплексные числа и все они из как бы составляются из двух базовых объектов с и к или там и даже из одного или из нескольких которые просто комбинируют все то что находится после них это очень круто очень крутая идея так что все пишите комментарии туда ставьте лайк зовите своих одногруппников друзей всех тех с кем вы занимаетесь комбинаторной логикой обязательно покажите это видео своему преподавателю лектор по комбинаторной логике в своем техническом вузе ну и обязательно подписывайтесь на мой канал с вами был роман душкин до новых встреч пока